Впрочем, возможно, вскоре Тверским коммунальным службам средства для борьбы с гололейцей могут и не понадобиться. Погоду в Тверской области один за другим преподносит жителям сюрпризы. Проливные дожди в новоре сменяются аномальными морозами, а вслед за ними идут снегопады. Какие еще неожиданности ждут тверичан в первую рабочую неделю года, выяснил наш корреспондент. Если около недели назад в Тверской области шли проливные дожди, то уже к прошедшим выходным в область пришли аномальные морозы. Среднесуточная температура была ниже нормы на 9, а местами и на 15 градусов. 5 января даже был объявлен оранжевый уровень опасности в ряде регионов ЦФО из-за слишком низких температур. По словам синоптиков, столбики термометров в некоторых районах Тверской области опускались до отменки минус 35 градусов, как, например, в Бежеске. Но в ближайшее время таких морозов ожидать не стоит. Погода берет курс на потепление. Антициклон, который принес нам все эти сильные морозы, уходит в сторону Среднего Поволжья, а на смену ему приходят теплые воздушные массы с Атлантики. Ветер меняет направление на юго-западный и температура воздуха начинает повышаться. Так уже во вторник днем около минус 9 градусов пошел снег. К концу недели станет еще теплее. Основной фон температуры в ночные часы будет где-то минус 5-10 градусов, а дневные часы минус 1-6 градусов мороза. Временами будет идти снег разной интенсивности, в основном небольшой. Ну и вот единственное, что, конечно, ветер будет юго-западный, плотный такой. За счет ветра будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. А если говорить о более поздней перспективе, то крещенских морозов в регионе тоже не ждут. Плюсовые температуры, по предварительным прогнозам, у нас есть на начало следующей недели. Открывается такой западно-восточный перенос для теплых воздушных масс. Хотя пока еще антициклон тоже оказывает влияние на нас. И сильно большого потепления, скажем так, мы не ожидаем. В целом, как рассказали синоптики, если прогноз подтвердится, то в эти дни среднесуточные температуры будут чуть выше нормы. А какой будет последняя дека до января, пока Тверской гидромедцентр прогнозов не дает. Продолжение следует...